Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог, автор книги «Как быстро забеременеть» Ольга Придухина. Кстати, совсем скоро выйдет книга моя по неделям беременности, где я очень четко прописываю все моменты, на которые нужно обратить внимание. Поэтому, как только она выйдет, я обязательно вам напишу, что кому интересно, можно будет с этой книгой познакомиться. Что вообще вы думаете? Какие у вас вопросы по поводу планирования беременности или вообще у вас вопросы есть? Пишите в комментариях, я обязательно их посмотрю, рассмотрю и вам буду отвечать либо в видеоформате, либо сделаю видео, либо в формате прямого эфира, чтобы нам с вами, чтобы все получили ответы на свои вопросы. Ну, вот самый такой, наиболее частый вопрос, что же нужно делать, если вы планируете беременность? Точнее, что нельзя делать при планировании беременности? Ну, сразу скажу про то, что беременность это такое, я уже про это всегда говорю, очень уникальное вообще, я даже называю чудо природы, чтобы случилась беременность, должно быть очень много факторов, очень много ресурсов организма, да, все совпасть в нужное время. То есть, такой очень уникальный процесс, и, конечно, я вам про это уже многократно говорила, то есть, это просто такое уникальное чудо природы. Как же все-таки нужно подготовиться и не навредить? То есть, ни в коем случае от того, как вы правильно подготовитесь к беременности, будет зависеть здоровье вашего ребенка и вообще успешное протекание вашей беременности. Друзья мои, это крайне важно. Многие из вас сейчас мне могут написать, что и часто я с этим сталкиваюсь, Да, вот, я ведь и пиво пила во время беременности, и курила, и ничего не случилось. Поверьте, я уже в течение своей профессиональной деятельности такие отговорки слышала не один раз. Но всегда мы говорим про то, что, да, первый момент оценки ребенка это после родов, Но дальше мы оцениваем уже, когда ребенок начал ходить, как он начал говорить, как у него умственно, психическая, да, деятельность, все ли хорошо. Затем мы смотрим, как ребенок успевает в школе, как он посещает секции. То есть, да, родился здоровый, там хорошо оценили его по шкале Абгард. Но это не значит, это, конечно, очень хорошо, но когда мы говорим про вопросы алкоголя, курения, Я вас ни в коем случае не пугаю, я вас просто предупреждаю, что потом не было моментов, А почему вот он там плохо ходит, почему он не говорит, а почему он плохо успевает и так далее. Потому что эти все факторы зависят от правильной подготовки к беременности. Это очень важно. И поэтому, когда мы говорим про алкоголь, его 100% нужно исключать, 100%. Исключать курение 100%. Я не верю в то, что лучше там давайте по одной, по две сигаретки будем отменять. Нет, то есть мы исключаем, заменяем. Сейчас есть множество курсов, врачей, которые этим занимаются, И которые действительно вам помогут, если вы не можете сами отказаться от курения. То есть здесь вы прежде всего вредите своему ребенку, в том числе и пассивное курение. Когда кто-то в семье курит, а вы находитесь рядом и это все вдыхаете. Соответственно, когда мы планируем беременность, обязательно правильное питание. То есть отказываемся от постфудов, копченого, жареного, сильно соленого и так далее. То есть этих моментов действительно много. То есть у меня на канале есть ролик, где я четко рассказываю про то, что как правильно питаться. То есть проводились даже исследования, что питание в том числе влияет на наступление беременности и протекание беременности. Поэтому это действительно очень важный фактор. Затем, если мы говорим про подготовку конкретную, конечно же, в период овуляции мы исключаем любой сильно тяжелый физический труд. То есть если вы знаете, что у вас вот сейчас будет овуляция, не нужно брать лопату, идти там и целый день копать грядки. Или передвигать мебель. Или там что-то таскать, какие-нибудь доски. Ни в коем случае не надо этого делать. Так как фолликул может перейти в кисту, которая затем будет, ну как бы и кровянистые выделения быть при кисте. И соответственно боли разные, которые вас будут смущать. И в этом цикле беременность не наступит. Поэтому это обязательно. Если у вас есть какие-то собаки большие, то когда вы с ними идете гулять, тоже будьте аккуратны. В эти дни все-таки попросить кого-то из родственников это сделать. Так как, чтобы не было вот этих резких движений, да, мотаний и вот этих дерганий. Это тоже важно. Соответственно, когда вы предполагаете овуляцию, мы исключаем бани горячие. Когда любят, сидим в парилке, потом резко прыгаем в холод. Это тоже следует исключать на период овуляции. То есть, пожалуйста, после менструации и до овуляции. Это самый благоприятный период. Так как в это время мы точно знаем, что беременности нет. Мы не сможем навредить ни наступлению беременности. Мы не сможем навредить ни самой беременности, если она наступила. И также мужчинам тоже вредна баня при оплодотворении, да. Когда мы говорим про процессы, связанные с зачатием. Это крайне важно. То есть, все эти моменты мы всегда учитываем. Когда я объясняю пациентам, что все-таки это все делать не нужно. И спрыгать с парашютом, если вы занимаетесь тяжелым спортом физическим, тоже не нужно. То есть, в эти дни постараться максимально себя беречь, чтобы не случилось, как я уже сказала, какой-нибудь апоплексия яичника, разрыв кисты яичника. И также не случилось кисты яичника. То есть, очень аккуратненько, без каких-либо тяжелых физических нагрузок. Также, конечно же, мы исключаем стресс. Очень часто женщины не могут забеременеть по элементарной причине, что есть стресс. Стресс, который действительно вы переживаете, вы нервничаете. Соответственно, в состоянии стресса организм забеременеть не сможет. Это тоже крайне важно. Поэтому, друзья мои, если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Я вас приглашаю на индивидуальную консультацию по проблемам, связанных с беременностью, по планированию беременности. И я вам оставлю ссылочку под описанием к этому видео, где в формате личной консультации мы с вами познакомимся. И я дам вам все необходимые рекомендации. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всем пока-пока, до новых встреч!